привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня я объясняю функциональное программирование мы продолжаем изучать систему типизации языка хаскель и после того как мы изучили что такое алгебраические типы данных и классы типов мы должны перейти к пониманию того как эти алгебраические типы данных и классы типов с одной другой стороны связать друг другу и сегодняшняя наша тема это экземпляры классов погнали смотреть и так экземпляры классов это то что связывает наши классы и типы данных и обязательно алгебраические типы данных но любые типы кроме синонимов конечно и давайте я вам покажу как это делается для того чтобы вы как бы вспомнили что такое классы типов сейчас здесь будет ссылочка на это видео если вы его не смотрели посмотрите перед этим видео а теперь переходим к тому как определяются экземпляры классов и так давайте посмотрим давайте знаете что сделаем давайте создадим свой собственный класс класс который будет работать также как работает класс стандартный класс эк класс эквивалентность назовем его майк он принимает некий тип а ключевое слово и назовем такие такие функции вот такая функция будет ну метод то есть нестандартное равно равно и этот метод будет принимать значение типа а второе значение типа а возвращать значение типа булл и соответственно такой метод будет тот же сам та же самая сигнатура тип и соответственно минимальное определение то x равно y это not x не равно y это же самое что x не равно y это not x равно y вот этот определение класса это определение класса да и давайте сделаем сделаем определение инстанса то есть экземпляра для это используется ключевое слово инстанс инстанс и она работает примерно так как класс мы пишем название класса майк но потом вместо вот этой конкретной типовой перемены мы пишем конкретный конкретный тип и допустим мы сделаем тип in до потом опять слово и слова и вот здесь мы пишем что x который int равно y это то же самое что x равно y ценность такого определения очень сомнительно крайне сам да но я это сейчас показываю исключительно для того чтобы вы поняли идею 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 вот вот при помощи вот этого определения мы связали класс int и тип int и класс майк вот мы их связали и теперь класс int стал экземпляром класса майк мы можем написать день в коде и в x вот это вот наша операция 5 и там что-нибудь такое да then else соответственно вот это вот операция вот эта операция это метод класса вот он определяется здесь и мы его определили для типа int вот в этом определении в определении инстанса экземпляра понятно да задекларировали моего в классе а определили в инстансе экземпляре теперь смотрите смотрите магию пишем такое instance майк а майк список список это в и вот здесь мы можем определить что пустой список всегда равен пустому списку а не пустой список который состоит из x и xs равен y и ys тогда и только тогда когда x равен y в нашем вот вы видите вот эти методы мы используем наши методы для определения и вот эта конструкция которая здесь написала она ровно следует вот из этого ограничения что типы значений которые лежат в списке тоже должны быть экземплярами класса майк именно поэтому мы вот здесь вот можем сделать такую конструкцию and xs ys xs равен ys вот это рекурсивный вызов вот этого же метода и он остановится когда мы перейдем вот к этому понятно да вот соответственно здесь у нас есть логическая ошибка логическая ошибка и мы должны определить еще что пустой список если мы будем сравнивать с не пустым списком даже не так нам не нужно нам не нужно определять образцы здесь это всегда полз и то же самое что не пустой список если мы сравнивать с пустым списком то это всегда полз вот такие два определения тоже нужны потом иначе вот этот никогда не остановится вот таким образом таким образом вы можете увидеть что мы можем связать экземпляры при помощи экземпляра типы в том числе составные не просто вот там интернет а именно составные типы давайте я сейчас покажу как это вообще сделать так сейчас момент вот захват экрана вот я определил новый модуль давайте мы сделаем быстренько модуль майк давайте маяк модуля вот так и запишем такой класс класс майк а вот этот наша давайте чтобы не не писать много я чтобы чтобы не тратить ваше время пишу вот так на так а и определение значит x равен y тогда когда x равен y да а нет это не то это не то это вот так вот x не равен x не равен и равен y когда он не равен y вот так вот так что теперь мы определяем instance для нашего класса майк для интов собственно давайте знаете как сделаем нет это так не будем делать потому что делаем вот так вот так вот мы можем сделать такое же например для бигантов то же самое так мы можем использовать вот этот обычное сравнение равенства для интов и интеджеров а потому что интеджер и инт является экземплярами класса эк обычно и теперь смотрите вот она вот она это определение instance майк а майк список над а здесь мы определяем вот эту нашу функцию что x что пустой список всегда равен пустому списку да это тру то пустой список а если мы его сравниваем с ним пустым списком это всегда фолз то есть вот так тоже сравним с пустым это тоже фолз а если мы сравним список иксов со списком игреков это будет равняться x что же такое у меня не получается так вот здесь лучше взять в кавычки потому что я приоритет операции я не определил и он может быть каким странным вот вот такой файл получил да давайте мы его перезагрузим в нашем интерпретаторе значит файл майк модуль загружен ошибок нет и давайте сравним например 5 и 5 true опять и ноль полз а теперь смотрите 5 не равно нулю заметьте мы не определяли функцию не равно операцию не равно да то есть вот здесь вот для in top мы сделали минимально необходимое определение и компилятор хаскеля сделал что не равно равно нот равно сильно да а теперь смотрите берем списке проверяем так пустые списки да он не может не может тип вывести извиняюсь наверное это не произойдет часто к если вот так вот да то есть пустые списки просто так сравнивать нельзя а давайте так сделаем лет x равно пустой список имеет тип список инток вот если мы теперь x посмотрим этот пустой список но этот список именно инток и теперь сможем ли мы вот так сделать конечно сможем да то есть теперь я конкретизировал тип и компилятор понимает что это за тип а вот эта ошибка возникла из-за того что тип вот этого списка пустого списка не ясен компилятору потому что он не известен какой это тип вот инстанции нет вот если вы прочитаете здесь вот этот описание ошибки он говорит что непонятно что использовать какой instance используешь my and jermay и кинт или майк майк а вот что использовать он не знаю вот ну теперь давайте проверим тип там такой вот сравним дам true а если то же самое но на неравенство сравнить естественно полз а если добавить допустим 6 а теперь смотрите сравним с бесконечным списком вуаля вы поняли мы можем запускать диска и сравнение бесконечных списков пересмотрите давайте вот таки два бесконечных списка сможем сравнить как вы думаете ответить на этот вопрос будет ли сейчас остановка мы запускаем на сравнение два бесконечных списка конечно же он сравнит потому что головы списков разные и если мы посмотрим на определение вот здесь вот будет calls то есть две голова голова списков разные тут сразу будет false и вот этого то есть концы бесконечные концы списков считаться не будут вот такой крутой язык хаскель в общем смотрите вот этот модуль который написал майк модуль я выложу куда-нибудь в интернет и в закрепленном комментарии либо писание ссылка будет на этот модуль вы сможете скачать или ну или переписать его сами поиграться с этим модулем ощутить на пальцах как работают экземпляра классов для типов это очень крутая концепция в языке хаскель надеюсь вам было понятно если что-то непонятно задавайте ваши вопросы в комментариях ну а с вами был роман душкин на канал подписывайтесь лайки ставьте до новых встреч пока до свидания до свидания до свидания